как правильно толковать сны ну и собственно говоря вообще надо ли толковать продолжим этот вопрос именно в такой форме ну надо сказать что есть такое стратегическое правило сны не принимайте не отвергать сон это продолжение жизни нашей души ну зачастую по нашим сном можно отчасти предполагать как мы живем если мы живем духовно то и сны бывают может мирные если мы живем плотской жизни то есть не бывает всевозможные плотские мы продолжаем грешить во сне что такое немыслимо представляется и так далее на господи по плодам их узнаете их один не рассказал чек ему перестанутся сон и он не понимал вообще надо в него споведаться или надо сон был нечистый и когда он так думал он проснулся утром еще даже не до конца проснулся и вдруг послышался ему такой голос или даже не голоса такая как будто бы посторонняя мысль пусть это будет наш с тобой тайна и он понял что откуда этот голос откуда это мы побежал на исповеди рассказал что такой сон приснился если сны одолевают с какой-то достаточно частой встречаемостью долевают нечистые стены нехорошие дурные это но конце концов может подсказать об этом на исповеди потому что возможно в этом есть козни врага рота человеческого которые на исповеди разрушаются когда мы каемся каемся собственно на в том что мы живем нерадиво и зачастую не молимся на ночь и зачастую принимаем мысли нехорошие в течение всего дня конечно даем возможность врагу действовать на нашу душу соответственно получают всевозможные сны всевозможные такие вот вражеские кинофильмы бывают сны от бога бывают сны от бога и бывает немного и они бывают единичные может течение всей жизни но они такие что их ни с чем не спутаешь в них всегда есть любовь божия всегда ли как правило в этом сне бывает призыв покаяния или какое-то очень важное вразумление о котором мы долго молились которые хотели получить от бога лет людей что касается нашей духовной жизни но он таки сны надо обратить внимание все-таки помнят то самое правило не принимать но и не отвергать тем не менее когда господь хочет что-то сказать я думаю что душа услышит его всегда и мы услышим всегда во сне повеление божие но это случай особо исключительный в целом же господь говорит что бодрствуйте и молитесь да не идите напасть самое главное нам днем не спать нашей душой что душа наша была бодрой чтобы душа наша была светлой чтобы мы были на страже своей души не принимали дурных мыслей учились бога благодарить за все учились радоваться любить и обращаться к богу с глубокой сердечной молитвой внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео ну и Продолжение следует...